Всем привет! Задача сегодня перед нами стоит простая, перенести 1С нашего локального компьютера на сервер, который расположен где-то на хостинге и организовать на этом сервере совместную работу пользователей с одной и той же базой 1С, с одной и той же программой 1С. Microsoft, начиная с версии сервера 2012, не дает нам разворачивать корректно сервер терминалов в рабочей группе. То есть мы можем это сделать с кучей костылей и различных подсказок технета при помощи PowerShell скриптов, ковыряния с реестра, но все равно функционал будет неполный. Поэтому вот сейчас видите, у меня компьютер называется так, находится он в рабочей группе, и если я попробую добавить сюда роли сервера удаленных рабочих столов, вот он, роль службы сервера терминалов, он говорит то, что необходимо присоединить локальный сервер к домену. Поэтому, так как у вас уже было видео по тому, как настраивать домен, я сейчас быстренько в фоне разверну домен на этом сервере, и затем заново продолжу установку службы удаленных рабочих столов. Готово, я быстренько развернул домен, теперь вы видите то, что мой сервер в DC является членом домена MT и Local. По сути, это единственный член домена, он является контролером домена, то есть это просто одна машина, на которой держится весь домен. Теперь я могу спокойно добавлять сюда роль сервера терминалов. Я могу выбрать установку службы удаленных рабочих столов. Выбираю вариант быстрый запуск, потому что нам не нужно заморачиваться со всякими установками на многих серверах. Нам не нужно разворачивание на основе виртуальных машин, мы делаем на основе сеансов. Нам нужно просто запустить 1С, нажимаю далее, после чего уже могу спокойненько нажимать перезапуск сервера и развернуть. Он будет делать вот этот вот так установки, три шага посередине перезагрузится, после чего мы убедимся в том, что у нас все заработает. Сервер перезагрузился, и мы видим, что все компоненты успешно установлены. Здесь же внизу у нас указана ссылка для подключения к веб-службам, то есть к нашему серверу терминалов через наш браузер. В зависимости от того, как у нас все это настроено, то есть в зависимости от того, как мы подключаемся к нашему хостеру, к удаленному рабочему столу, мы будем пользоваться или айпишником, или вот этим конкретным именем. На моей машине, с которой я хочу подключиться к удаленному рабочему столу, есть моя 1С. Я вижу, что вот она установлена, у меня есть путь здесь к моей базе данных. Я подключаюсь к моему серверу удаленных рабочих столов, для этого пользуюсь программой, которая называется «Подключение к удаленному рабочему столу» или сервер терминалов, и смотрите, какой момент. Для того, чтобы удобно перекидывать информацию на удаленный сервер, мне будет проще всего подключать локальные ресурсы. Я могу указать, чтобы мой локальный диск C, то есть диск C на этом компьютере, вот мой вот этот вот диск C, был виден на удаленном рабочем столе. Тем более у меня здесь, на моем локальном диске C находится дистрибутив 1С, и на моем локальном диске C находится моя база 1С. Вот она, и мне все это нужно перекинуть на удаленный сервер. То есть я ей показал то, что мне нужно подключить свой диск C на удаленный рабочий стол, и говорю подключить. У меня запрашиваться сейчас будут логин и пароль, и у меня уже есть учетная запись домена, которую я создал на этом сервере, но лучше давайте зайдем от администратора. Указывать нужно с именем домена логин. Выскочит предупреждение о том, что у нас есть сертификаты неподлинные, но это нормально, если мы не интегрировали свой домен ни с какими там веб-службами, ни с каким-то доказательным доменным именем. Мы можем нажать просто «Да». И вот я уже сейчас нахожусь на удаленном моем сервере. Если я на своем удаленном сервере сейчас зайду в проводник, то я вижу, что помимо локального диска C, у меня еще есть диск C на моей машине, с которой я подключился. Я могу зайти на эту машину и взять оттуда и дистрибутив 1С, и папку с самой базой данных 1С, и скопировать прямо себе на удаленный сервер. На удаленном сервере вряд ли у вас будет только диск C, там будет еще, скорее всего, диск для данных, но у меня один диск C, и поэтому я сразу переношу обе папочки туда. Для того, чтобы мои пользователи домена могли работать с этой базой данных после того, как я перенес ее на сервер, мне нужно убедиться в том, что у них есть полный доступ. Я выбираю свойства папки с базой данных, на вкладке «Безопасность» я нахожу своих пользователей, нажимаю «Изменить» и добавляю им вот так вот полный доступ к этой папке. После чего могу спокойненько из дистрибутива начать устанавливать 1С. Есть куча различных версий, везде процесс один и тот же. Просто ставим 1С, устанавливаем ключ защиты и активируем лицензии 1С для того, чтобы у нас все работало. К слову сказать, сервер терминалов в том режиме, в котором он находится сейчас, будет работать только 120 дней, там тоже нужны лицензии, которые нужно установить и активировать. Лицензии макрософтовские. Процесс установки ничем не отличается от процесса установки на любой другой машине. Далее, далее готово. В принципе, мы уже можем начинать пользоваться 1С через удаленный рабочий стол, но очень удобно воспользоваться функционалом сервера терминалов Remote App. Для этого мы выбираем вот здесь вот в панели мониторинга, в нашем диспетчере серверов, службу удаленных рабочих столов. Находим коллекции у нас для удаленных рабочих столов, находим нашу конкретную коллекцию, в которой по умолчанию у нас находятся три программки, и добавляем туда приложение 1С, которое мы только что установили. Нас интересует верхний 1С Enterprise, который ведет по пути 1С 8 Common и так далее. Ставлю галочку, нажимаю далее, опубликовать. И теперь мы можем пользоваться через Remote App еще 1С. Что это за Remote App, я вам сейчас покажу. Я могу закрыть вообще свой сеанс к удаленному рабочему столу и оказываюсь снова на своей обычной машине Windows 8. Значит, можно для того, чтобы пользоваться Remote App, переходить через веб-адрес. Мы можем воспользоваться веб-адресом нашего сервера, указать его или по имени, или по IP-адресу. У меня IP-адрес локальный, у вас будет, скорее всего, внешний. IP-адрес slash rdweb. После чего, опять же, у нас могут быть проблемы с сертификатом. Это не страшно, если вы сами настраиваете этот сервер. Говорим, перейти на эту страницу. Вводим логин и пароль любого пользователя домена. Я предлагаю теперь воспользоваться пользователем домена. У него так называется домен, поэтому я пишу его. И входим в систему. И видим наши четыре вот эти вот приложения опубликованных. Paint, блокнот и калькулятор можно потом будет удалить. Выбираем ярлычок 1С. У нас открывается окно, которое позволяет его скачать. Можем зайти в просмотр загрузок. Вот у меня это 1С. Она скачивает у нас по умолчанию в загрузке. В загрузках мы находим вот этот ярлычок. Можем его скопировать себе на рабочий стол прямо сразу. И на рабочем столе как-нибудь понятно назвать это все. Вот у меня есть 1С локальный. Это давайте назовем 1С, например, удаленное. 1С удаленное. Теперь, если я нажимаю на этот ярлык и выбираю вариант подключить, он будет спрашивать у нас по умолчанию опять имя пользователя доменное. То есть имя пользователя вашего на удаленном столе. Можем запомнить учетные данные. Нажимаем ОК. У нас появляется об этом соответствующий ярлычок вот здесь вот. И вот у нас появилась удаленная 1С. Мы можем добавить теперь базу. Он видит удаленный сервер, поэтому мы можем спокойненько на удаленном сервере выбрать каталог базы данных. То есть на том компьютере это у нас диск C, папочка 1S Base. Мы ее уже перенесли. Нажимаем далее. Ну как обычно, что мы здесь делаем? Готово. И вот у нас есть 1С. То есть видите, у нас есть локальная 1С. И есть 1С удаленная. Это две разные программы. Разница вот в этом ярлычке внизу вы можете ее заметить. Есть еще какой нюанс. Я это все делаю в Windows 10 в браузере Edge, и он по умолчанию скачивал вот этот ярлычок 1С. Если вы будете пользоваться интернет-эксплорером, интернет-эксплорер вам не позволит вот так вот загрузить этот ярлычок к себе. Он просто запустит сразу сервер, подключение к серверу терминалов. Поэтому вы можете воспользоваться каким-нибудь другим браузером, хромом или файерфоксом, и при помощи него скачать вот этот ярлычок, и разместить его себе на рабочем столе. И тогда у вас удаленная 1С будет запускаться на локальной машине, так как если бы вы выпускали эту программу локально, но сама база уже находится там, на сервере.